Обмелело. Прошло около 10 дней после того, как я снимал в этом месте последнее видео. Давайте вспомним, как выглядел берег. Посмотрите, как он выглядит сейчас. Жаркие летние дни изменили до неузнаваемости это место, и только большие глыбы остались на том же месте, как Ориентир. Настало время собирать материал для оформления биотопного аквариума берег Аки. Я не буду что-то придумывать и докупать. Чтоб все было максимально естественно, соберу материал прямо из реки Аки. Для оформления аквариума мне понадобится песок, причем он тут разный по размеру крупиц, и в магазине такой вряд ли можно найти. Также буду собирать камни прямо со дна, но перед этим посмотрим их примерное расположение. Не обойтись и без ракушек-улиток, которых здесь очень много. Здесь же под водой есть коряшки и, правильнее сказать, ветки от деревьев, которые растут вдоль реки. Но их тут не так много. Наверняка вы замечали небольшие веточки, когда я снимал под водой. Также мне понадобится несколько крупных камней, чтобы собрать биотопную композицию. Больших камней тут предостаточно, главное найти подходящего размера. Прежде чем я начну собирать материал, мне хочется сообщить о том, что у аквариумистов достаточно насыщенная и интересная жизнь. Которая не обходится без различных конкурсов. Один из международных конкурсов, который совсем скоро начнется, посвящен именно биотопным аквариумам. Прием заявок на данный конкурс в этом году в июле. Призовой фонд 3000 евро. А тройка лучших сможет отправиться на мастер-класс в китайский Шанхай в ноябре 2019 года. Более подробную информацию можно узнать на сайте biotop.akvarium.info. Ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео. Спешите принять участие. Естественно, этот биотопный аквариум, который я сейчас создаю, также попадает удачу. И его фотографии и видео уйдут на оценку судей. Для сбора материала я подготовил пакеты и рюкзак. Начну с песка. И для этого я прихватил самую простую лопатку. Хочу, чтобы грунт в аквариуме был не менее 3-4 сантиметров. Больше, на мой взгляд, не нужно, ведь растений в этом аквариуме не будет совсем. Казалось бы, что может быть проще, чем накопать песка? Но не тут-то было. Песок на берегу и в водоеме перемешан с камнями, и мне пришлось попотеть, прежде чем я приноровился его копать. Пластиковая лопатка то и дело упиралась в камни. Песок на берегу и в водоеме перемешан с камнями. Песок на берегу и в водоеме перемешан с камнями. В прошлом видео я уже показывал и рассказывал о том, какие камни тут находятся. Пока не определился с фильтром, какой установить в этом аквариуме, с одной стороны хочется поставить внешник, тогда и места в аквариуме будет побольше, да и фильтрация будет значительно выше. С другой стороны, мне нужно в аквариуме создать течение, а для этого неплохо подойдет мощный внутренний фильтр. Но если в аквариуме будет находиться внутренний фильтр, я не хочу, чтобы он бросался в глаза. В таком случае он должен находиться за крупным камнем, который мне также необходимо найти. Помимо камней собираю и пустые ракушки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу обратить ваше внимание на камни, которые находятся под водой. Видно, что они как-то выборочно покрыты небольшим количеством водорослей. Обычно в аквариуме водоросли нежелательны, каждый аквариумист стремится избавиться от них. Но когда дело касается биотопного аквариума, в силу вступают немного другие законы. Водоросли являются частью естественной среды обитания, а мы, в частности я сейчас, пытаюсь эту естественную среду воссоздать в аквариуме. Соответственно, если этих водорослей в аквариуме не будет совсем, то биотоп будет неполноценным. Этот нюанс я учту и в аквариуме, оформлением которого займусь уже в следующем видео. Эти водоросли точно будут. Субтитры создавал DimaTorzok Настало время для поиска коряк. Давайте еще раз посмотрим, как они расположены. Запомним расположение, чтобы в дальнейшем максимально точно воссоздать естественную среду. Ведь оформление биотопного аквариума от любого другого оформления отличается в первую очередь своей естественностью. Вследствие этого, будущие жители биотопного аквариума должны себя чувствовать как дома. Это связано не только с показателями воды, ее жесткостью и температурой, но и с тем, как он выглядит. Теперь у меня есть все для оформления аквариума. Давайте еще раз посмотрим на то, что удалось собрать. Пора задаться вопросом, кто в этом аквариуме будет жить. АК является домом для огромного числа рыб и беспозвоночных. Сегодня в реке Оке вводится три десятка видов рыб. Более половины рыбного поголовья составляют лещ и плотва. Часто встречаются «Ерш», «Окунь», «Сом», «Щука», «Гальян», «Жерех», «Пискарь», «Уклейка», «Красноперка», «Густера», «Елец», «Сазан», «Чихонь», а иногда можно выловить даже стерлядь. Совсем скоро, а если быть точным, то после оформления и запуска аквариума начнется самая настоящая охота на мелкую рыбу. А пока предлагаю посмотреть на тех рыб, которых мне удалось заснять с помощью подводной видеокамеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мне лично интересно сравнить уход за такой рыбой, понаблюдать за их поведением и прочее. У меня достаточно большой опыт по уходу за обычными аквариумными рыбками, но никогда раньше у меня не было местной рыбы. Той рыбы, которая водится на родной земле. Мне кажется, я в этом не одинок. Не так ли? Наверняка это связано с тем, что наша рыба не такая яркая, как, например, разноцветные даню или цихлиды. Но, возможно, в наших рыбках есть что-то другое, что-то свое неотразимое и притягивающее. Достаточно много литературы по аквариумистике прошло через мои руки. Вы знаете, там написано много интересной и нужной информации, но там практически нет ничего про то, как ухаживать за пискарем или красноперкой. Пора это исправлять. Я сказал про окрас рыб, но это лишь пример. Если хорошенько подумать, то окрас рыб не всегда играет важную роль. Вспомните филомену. Мелкая серенькая рыбка. Или барбус акулий. Чем он интересней у клейки? Может быть, все дело в глобальном отношении к нашим рыбкам. Посмотрите на них, ведь они по-своему прекрасны. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова